Привет, друзья! Это Академия Сонграйтинга. Хотел сказать, сегодня четверг и поэтому разборы треков, но нет, сегодня пятница, а вчера я просто не смог, потому что у меня было интервью на радиостанции. Друзья, я хотел, во-первых, поблагодарить всех за отзывы и комментарии на моем последнем видосе. Друзья, я на самом деле не ожидал, потому что я тупо, ну, намямлил, нажаловался в микрофон о своей, типа, тяжелой жизни. И для вас оказалось, что это дико мотивационное видео, то есть все сказали спасибо. И вообще такое количество теплых слов от вас, сволочей, я, честно говоря, даже не ожидал. Поэтому огромное вам спасибо, и это меня, конечно же, самого мотивирует на то, чтобы больше и больше делать хороших вещей для вас. Спасибо еще раз, мои дорогие ребятки. Так, сегодня разбор треков. Мне уже помощник начинает помечать вот этот трек без мата интеллигентно, а вот этот вот раскромсать, раскрошить. Давайте так, я уже запутался в этих всех форматах, как вам нравится. Можно, я думаю, что можно отдельно в комментарии писать мой трек, типа, разобрать, там, вот, полный разъеб. Или, пожалуйста, мягко, аккуратно с вазелинчиком. Ну, в общем, вот так вот. У меня прекрасное настроение, что-то, кстати, в моей голове щелкает после вот этого видео. Знаете, как будто это была какая-то точка. Вот я выговорился, вот это вот все выплеснул. И как-то мне, во-первых, самому полегчало. А во-вторых, я, знаете, что понял? Я понял, что нужно, безусловно, учиться смотреть на жизнь под другим углом. И допускать, допускать, что в этой жизни вообще есть много чего, то, что я не понимаю, то, что не вписывается в мои рамки, в мое мировоззрение. И как будто игра началась заново, понимаете? То есть снова вот те слайды, которые вот мы уперлись, мы их разыграли, вот они вот такие. Все, мы их выкидываем и начинаем новую игру по каким-то своим правилам. И знаете, для себя я... Для себя еще открыл одну очень важную вещь. Я давно наткнулся на видео, есть такой мужик Ярослав Брин. Я его очень уважаю и люблю. Он, короче, спортсмен, чувак, который сжирел на камеру, а потом на камеру же худел, да, и пока достигал супер форму. Посмотрите его видосы, он замечательный мотивационный тренер. И у него было видео, которое меня потрясло. Я вам его вкратце перескажу, потому что оно очень важное. И оно как раз мотивационное. Заключается оно в том, что мы привыкли, в общем, жить в такой парадигме, что вот мы сначала будем иметь, потом будем что-то делать, а потом будем быть, да. То есть, например, вот когда у меня будут кроссовки, он приводит такой пример спортивный. Когда у меня будут кроссовки, вот тогда я побегу на пробежку и вот после я стану, типа, я буду, там, спортивным, да. С музыкой, наверное, это звучит, что вот когда я куплю, там, миди-клавиатуру или вот когда у меня будет хорошая гитара или когда, ну, у меня, когда вот будет хороший компьютер, вот тогда я буду сидеть, работать, заниматься. И вот тогда я добьюсь результата. Ярослав предлагает начать с конца. Быть. Быть ставится на первое место. То есть, если ты хочешь быть сонграйтером, значит, будь им сегодня и делай все, что должен делать настоящий сонграйтер. Да, вставать с утра, два часа посвящать написанию песен, если ты где-то работаешь, значит, вставай на два часа раньше и так далее. То есть, он предлагает уже сегодня быть тем, кем ты хочешь и только после этого ты получишь то, что ты хочешь от этого всего. Ну, в общем, как-то так. Можете посмотреть у него на канале, есть эти видосы. И я, знаете, что, я решил быть. Я подумал, ну, окей, Олег, тебе, ты приехал в Москву петь, да, в детстве не получилось. Прошел определенный путь, набил шишек, получил гигантский опыт, который не купить ни за какие деньги. Еще, к счастью, каким-то образом не сдулся и пока есть энергия. Да, такой самый возраст, когда ты уже умеешь, но еще и можешь. Да, вот идеальное сочетание. Так воспользуйся и будь, ептать. У тебя есть YouTube-канал, начни пилить видосики. Есть у тебя денег на какой-то недорогой видосик, значит, пили недорогие. Появится денежка на дорогой, снимешь дорогой. Не надо готовиться сразу к чему-то охуительному, да. Есть у меня вот камера классная, я купил маленькую такую пиздюлинку, диджайку, да. Снимай на диджайку и выкладывай. Ептать, вот мы начали сейчас. Дэн, который написал со мной Орлы или Вороны, да, Дениска, он мне помогает делать видосы. У нас бюджет этих видосов, во, три копейки. И, ну, я уже начал. И меня это очень радует. То есть я уже стал, хочешь петь, блядь, пой. Вот я начал петь, понимаете. И меня это очень круто начало вдохновлять. Поэтому начинаем разбор трека. Что я хочу вам сказать. Хотите быть, прекращайте подготовительный процесс. Вот сначала я, вот сначала я сейчас научусь, вот сначала я там то. Все в процессе. И научитесь, и подготовитесь, и купите себе все, что нужно. Стартуйте с тем, что есть. Вот сейчас под рукой. Час времени есть. Все, стартуйте с часом. Догоните до двух. Есть два, догоните до трех. Стартуйте. Прямо сейчас. Ябабабам, блядь. Короче, треки на разбор. Погнали. Я, кстати, не поостригся, потому что мне по хуям. Скоро постригусь. Иногда я такой, ну думаю, ну все уже, все там типа уже ужасно я выгляжу. И жена тоже такая, типа со мной не разговаривает. И такой я раз, и себя привел в порядок. Смотрю, такой думаю, блядь, да че, а че я раньше? Вот так же кайфово себя чувствуешь, да? А потом забываешь про это состояние кайфовости и ходишь как чмо. И тоже кайфово. Да? О чем это говорит? Это уже философия. Это говорит о том, что человек может испытывать абсолютно разные состояния и привыкать к ним. Короче, все. Кирилл Орлов написал песню «Молодой Олег». Смею надеяться про меня. Хорошо молодым пробежаться по дороге, ведущую к небу. Хорошо бы к земле прижаться, без оглядки идти по свету. И поймать золотую птицу с поражающим взором отмереньем. И увидеть друзей моих лица, что посмотрят на нас удивлением. Может быть, с тобой я не останусь и уйду познавать нашу веру. Тише, не молча, богу покаюсь, что кутил и гулял я не в меру. А пока молодой ты напрасно. Так, Олег, сразу буду комментировать. Смотрите. Умирать от любви. Умирать от любви. Лети за мной. Вперед. Короче, вы поняли, да, что вы случайно спиздили у Максима Александровича куплет? Некрасиво. А, в смысле, некрасиво так делать. Но я, вполне возможно, что, смотрите, ребят, опять же, все эти нотки, да, все эти нотки, они витают в воздухе. Мы воспитаны на этой музыке. Пятисотый раз повторяю. Ничего нового, понятно, никто из вас, из нас не изобразит. Мы должны лишь постоянно следить за тем, чтобы случайно у кого-то что-то не спиздить. Все. В данном случае, скорее всего, Кирилл, возможно, из-за возраста, возможно, это молодой парень, я не знаю. Он просто, может, и не слышал этой песни никогда. Но, тем не менее, это не аргумент, да, как говорится, это не аргумент, потому что эта песня достаточно хитовая, известная в репертуаре Фадеева. Поэтому, в общем, здесь надо куплет переписывать, а припева здесь нет. Давайте чекнем еще, есть ли здесь припев, и пойдем дальше. Не надо, не думай, что будет, то будет, но, может быть, трамвай без рельс так уедет. Мы в нем пассажиры, кондуктора нету, в нем счастье бесплатно, не надо билета. Я, наверное, как все в этом мире, стариком встречу новую осень. Мои дети в отдельной квартире позабудут небесную просень. А пока молодой, мне все видно, иногда только денег не хватает. Заставляет пугаться с небес, но я люблю эту жизнь без остатка. Не надо, не думай, что будет, то будет, но, может быть, трамвай без рельс так уедет. Ага, тут бы хорошо подошел какой-нибудь типа, знаете? Короче, как проигрыш. Кирилл, проблема припева в том, что он абсолютно копирует куплет, мелодию куплета ритмически. Единственное, вы там чуть-чуть на терцию поднялись, но это ничего не решает. Это и цитата из Фадеева, и если даже не брать во внимание эту цитату, то получается, что здесь куплет и припев имеют абсолютно одинаковую и мелодическую, и ритмическую структуру. А это означает, что нет никакого развития. Я только вчера давал консультацию и говорил о том, что, ребята, какая бы песня ни была, молодежная, старая, любая, шансон, дуалипа, не знаю, оно работает все по закону драматургии. Нет другого закона в музыке, в искусстве. Драматургия, как там, завязка, история, там, развязка, да, я не помню, как-то на театральном это называется, но вы поняли. То есть, то, с чего начинается, какой-то драматический момент напряжения и развязка. Ну, в общем, вот так это работает везде, в кино, в музыке, в живописи, в чем хотите, даже в сексе. Сначала ты, как бы, кунилингус, а потом уже все остальное. Вот так вот. Так, а, Кирилл, и еще самая главная проблема этой песни, это несочетание музыки и текста. Текст у вас там осень, просень, я даже не знаю такого слова просень, что такое просень. Но этот текст взрослый и он хороший. Я слышу, я слышу, что текст у вас хороший. На него нужно положить, на этот текст, музыку, которая больше подходит. Какие там, вот, например, слова, да, сейчас давайте возьмем. Ну, типа, не надо, ну, типа. Ну, типа, посовременнее, чем шансон. А можно вообще в шансон. Не надо, не думай, мы здесь пассажиры. Ну, короче, понятно, да? Музыка не подходит, на мой субъективный взгляд. Поехали дальше. Андрей Евков. Об одном прошу. Только взгляд и только миг Искра зажигает пламя Словно летней жарой родник Я искал тебя долгими днями Сколько раз миражи Притворялись моей мечтою Где-то долго ты была, скажи Как я жил до встречи с тобою Отражаясь в бокалах полупустых Догораю тайны свечой на стол Нас оставил вечер с тобой одних Твое платье течет на пол Больше нет тревоги, сомнений нет Лишь твоих волос длинные дожди Об одном прошу в этой тишине Мир, остановись, время подожди Только тень вдалеке Ты мелькала в толпе безбрежной Без тебя я был тогда никем Ты была моей смутной надеждой Но судьбы, горизонт Нам неведомы пути и встречи Ты вошла в мою жизнь будто сон И твои руки легли мне на плечи Отражаясь в бокалах полупустых Догораю тайны свечой на стол Нас оставил вечер с тобой одних Твое платье течет на пол Больше нет тревоги, сомнений нет Лишь твоих волос длинные дожди Об одном прошу в этой тишине Мир, остановись Время подожди Отражаясь в бокалах полупустых Догораю тайны свечой на стол Нас оставил вечер с тобой одних Твое платье течет на пол Больше нет тревоги, сомнений нет Лишь твоих волос длинные дожди Об одном прошу в этой тишине Мир, остановись Время подожди Так, Андрей, смотрите Значит, песня, правда, неплохая Но, еще раз Как бы сказать Вот у меня вчера была консультация С одной девушкой И она мне сказала Что, Олег, вы видите все время Только плохое в этой жизни Вам нужно Вам нужно менять свой взгляд На более позитивный Я с ней, кстати, согласен Я с ней, кстати, согласен Что мне нужно, конечно же Менять свой взгляд на позитивный Но Тут как бы С какой стороны посмотреть Потому что вы же мне присылаете треки Не для того, чтобы я вас хвалил Правильно? То есть Безусловно, я должен Наверное, как педагог В кавычках Типа вас Водушевить На какие-то там Эти, как Новые подвиги Взбодрить Промотивировать Наверное, так и есть Вот Но, получается, из-за того Что я все время Указываю только на проблемы Складывается ощущение Что я очень негативный чувак Который, типа Просто брызжет Сидит с желчью Сука, всех ненавидит Это не так Поэтому Попробуем исправить ситуацию И буду Искать что-то еще и хорошее И позитивное О чем тоже вам буду говорить Итак Мне очень понравилось В работе Андрея Одна фраза Как платье Капает на пол Капает или плывет Очень красивая фраза И вот именно с нее Я бы начал припев Вот смотрите, Андрей У вас идет повествование В куплете Тра-да-та-та-тан Тра-та-та-тан Тра-да-та-та-тан И припев Фактически Когда наступил припев Я, честно говоря Даже Я только понял Что это припев В конце В конце припева Потому что там Идет как бы завершение Такой А что это припев был? Проблема в том Что У вас припев Начинается с Очень Многословной фразы Тра-да-та-та-тан Та-да-та-тан Та-ра-та-ра-тан Та-ра-та-та-тан Та-та-та-ра-та-та Вот Та-ра-та-та-тан Та-та-та-тан То есть Нету какой-то точки Вот Мы говорили Говорили в куплете И Поставили точку А я бы начал Например Вот вы Куплет Последние такты Допеваете Та-да-ра-тан И припев Падало платье Или там Капало платье На пол Та-ра-та-та-та-та-та-та-та-та Сейчас Цоя спел Случайно Я просто Сейчас не говорю вам Вот такую мелодию Надо сделать В этой песне Ни в коем случае Мелодию Сами придумывайте Я вам сейчас говорю Направление мысли То есть Сделать Главную фразу Вот это вот Платье капало Или как-то Потому что Она клевая Это хуковая фраза А вы ее где-то спрятали В серединке Завуалировали Она Становится Как бы проходной А она Самая главная Поэтому Моя вам рекомендация Переписывайте Припев полностью И Делайте Вот эту фразу Главной Прям пусть она Два раза повторится В первом Четверостишье Та-да-да-да Падало платье на пол Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да И опять Падало платье на пол То есть У вас же две части В припеве Правильно Вот первая часть Пусть с нее начинается И вторая И тогда будет Уже Уже похоже На то Что нужно Понимаете Ну Я по крайней мере Чувствую Что С этой задачей Вы точно справитесь Тут Как бы Ничего такого Сложного нет Дальше У нас Битанов Далеко Где взял Этот хуевый звук Говори Вот смотри Дорогой Битанов Я бы сразу Начинал с этого И сразу Весь тикток Блять Танцует Пока Эту твою дудку Дослушаешь Все Уже хочется Выключить Душь Какой-то Кантри Потом Вдруг Ну Как бы Потом У тебя Ассоциации Какие-то Какая-то Волынка Блять Какая-то Начинается Выкинь Это все Ребята Есть такая Книга Я еще раз Ее прорекламирую Называется Пиши И сокращай Вот Прямо себе В закладочку Сейчас Напишите В ютюбе Пиши И сокращай И послушайте Самари Самари Это короткая Версия книги Не надо вам Всю книгу читать Ну Если вы не Копирайтер Вам Просто самари Послушайте И пять минут Это супер Упражнение Для сонграйтера Просто супер Упражнение Для сонграйтера Пиши И сокращай Все что Заключается Вот Смысл Рассказываю Все что можно Сократить Сокращайте Написали текст В нашем случае Сделали аранжировку Послушали Думаем Так Что можно убрать Ну Пожалуй Вот это можно убрать Все Убрали Слушаем это Как бы А тут Что можно убрать Естественно Без ущерба Без ущерба То есть Чтобы вся суть Осталась Чтобы остался Цимус Чтобы осталось Вот Самое главное Да Пиши И сокращай Так что Вот тут Надо однозначно Выбирать Эту дудку Она только Зачем-то Тут играет Мы сходим С ума Во временной Петле Теряется На улице Города Запрыгивай Со мной Над рандуром Нам нужно Уехать До холода Мы в четверо Стена В каменном Мешке С боков А будничной Суеты Все где Скорей Поедем На легке Только я Только я И только ты Да-да-да-да Далеко Там Где Наш Снег Там Без нас Встречаю Наш С тобой Рассвет Да-да-да-да Далеко Там Где Наш Снег Встречаю Наш С тобой Рассвет Нас Нас Загоняют В рамки Общества И оставляют Там Гореть Бежим Со мной От Одиночества Садись Скорей Мы Можем Не Успеть Пойти На Взлет До Боковых Ветров До Обезумевшей Толпы Мы Вернемся Из Будеч Ты Ходоков Только я Только я И только Ты Да-да-да Далеко Там Где Наш Снег Та-та-та Там Без нас Снег Встречаю Наш С тобой Рассвет Та-та-та Далеко Там Где Наш Снег Та-та-та Встречаю Наш С тобой Рассвет Та-та-та-та Та-та-та Далеко Там Где Нас Нет Та-та-та Там Без нас Там Наш С тобой Расс Та-та-та Далеко Там Где Наш Снег Та-та-та Встречаю Наш С тобой Расс Так Друзья Знаете, что я сейчас сделал? Я сейчас эту песню отправил Сергею Харину Это Балаган Лимитед Потому что мне показалось, что эта песня, она для Балагана Лимитед Очень круто бы зашла В ней ничего не надо переделывать, ничего не надо доделывать Она Абсолютно кайфовая И сейчас, если вы мне позволите, я быстренько наговорю Сереге сопроводительное письмо Чтобы Чтобы Ну, он понимал, что ему прислал Сереж, привет Слушай У меня подписчики прислали прикольную песню Слушал и прямо кайфанул Прям вот такой Балаган Лимитед, знаешь Ну, твой Балаган Посмотри трек Может быть, он тебе понравится И мы подумаем, как Как его реализовать Посмотри, пожалуйста И напиши мне Если сейчас послушаешь Я прям как раз сейчас снимаю обзор И у меня прям прямой эфир идет Если ты послушаешь сейчас и дашь свой ответ И прокомментируешь То это будет вообще супер круто Так, ну что Подождем Очень интересный эксперимент Мне самому прям зашел Так что Вот смотрите, ребят Вот смотрите, ребят Отвечая на предыдущий вопрос И Наверное, отвечая еще на вопрос Вчерашней девушки Которая мне написала После консультации Что я негативно мыслю Вот Прислали ребята Это абсолютно готовый Не побоюсь этого слова Охуительный трек В котором все есть Юмор Звук Исполнение Да, мальчик, мне кажется В наушник пел От магнитофона И где-то там криво Но даже в этом есть Свой кайф Бэки Ээээ Веселуха Все есть Почему я должен Хорошую работу Полить какашкой И сказать, что Ну вы знаете Здесь И включить умника Который начнет Что-то там размышлять А что лучше А что не лучше Нет Я Понимаю, что мы все Субъективны Безусловно Но Все-таки Моя работа Мое стремление Внутри себя Мое стремление Вообще по жизни Это Искать какую-то Объективность Вот Видимо Поэтому у меня Какое-то Такое Тотальное увлечение Там Научными знаниями Да Потому что Это хотя бы то На что можно опереться Опереться Потому что Это Хотя бы что-то В этом мире Что перепроверяемое И воспроизводимое Да Заново Потому что Все остальные Какие-то концепции Верования Они настолько Шаткие Валкие Что Сегодня они работают Завтра они не работают И получается Что это какое-то Чисто Случайное Совпадение И угадывание Да Хотя Хотя Безусловно Наука Не все объясняет В этом мире И Вот только Сегодня Размышлял Ну вот как Объяснить Такую вещь Абсолютно Метафизическую Когда я Думаю О каком-то Человеке Вот вдруг У меня появляется Мысль Я об этом Человеке Не вспоминал Предположим Лет 5 То есть Кто-то Скажет Ну понимаешь Твой мозг Там на уровне Подсознания Как бы постоянно Крутит Гигантские Объемы Информации И вот Что-то Там Спло Возможно Так и Есть Да Но Например Какой-то человек О котором я вообще Не вспоминал Не думал У нас нету На данный момент Никаких Совместных Проектов Никаких Работ Ничего И тут Друг Проскакивает Мысль И В ближайшем Обозримом Будущем Я не говорю Что через 5 минут Но там Через день Там На следующий день Как-то И раз Этот человек В каком-то Виде Объявляется И у меня Так Постоянно Вот стоит Мне о чем-то Подумать Я знаю Что это Не просто так Если мне Эта мысль Пришла Что-то В этом Вот Поле Обязательно Должно Произойти То есть Опять же Вот насколько Я уважаю Науку Да Насколько Я опираюсь В жизни Стараюсь На какие-то Научные знания Но все равно Сука Есть какая-то Херня Понимаете Вот она Все равно Есть Так Это я К чему Это я Не помню К чему Короче Я говорю о том Что Хорошие песни Хорошие песни Они хорошие Они сразу Поднимают Человеку настроение И не надо Быть там Негативным Или позитивным Это абсолютно Не важно Это мои Личные качества Которые я стараюсь Не переносить На работу А тем более На оценку Как бы Работ Других людей Вот я к чему Пишите Хорошие песни И будет хорошо Хочешь хорошо Хорошо делай Хорошо будет Вот как бы Очень просто А когда Вы мне Присылаете Криво Косо Спето Непонятно Как Ну Все это Напоминает Просто Самодеятельность Из ДК И говорите Почему я такой Негативный человек Почему ты все время Обсираешь А почему ты не говоришь Какие-то хорошие слова Ну потому что Это учебный процесс В учебном процессе Мне вообще Хорошие слова Никто не говорил Вообще На самом деле Вот смотрите Ребят мне очень кстати Это важно Напишите пожалуйста Мне в комментарии Какой подход В образовании Вам ближе Их есть два На самом деле Есть только один Крутой Да Но Давайте разделим на два Есть такой подход Как был у меня в школе Как в большом театре Как в консерватории Как например Там у Усмановой Которые Готовят Олимпийских Чемпионов Вот на льду У нас катаются Да Вот это Великий Педагог И так далее Вот у таких людей Это стакан воды Около инструмента Запертая дверь На 6 часов И только ты Вода И пианино И если ты не сделал Тебе придут Еще палкой По пальцам Вот тогда Бывает результат Майкл Джексон Которого отец Пиздил И заставлял Работать По другому Такие выдающиеся Результаты Не достигаются Не достигаются Есть второй подход Слушай А что-то в тебе Есть Классно Блин Ты так неординарно Мыслишь Вот Вот эта вот Песня Вот эта вот Песня Да Она же Классная Слушай У тебя талант Тебе обязательно Надо это развивать Что-то не получилось Ничего страшного Чего ты расстраиваешься Надо пробовать Еще раз Давай еще раз Попробуй Класс Класс Слушай Вселенная Обязательно Поможет Просто Закрой глаза Закрой глаза И захоти Ты должен Просто взять Все свои чувства И сконцентрировать Чувствуешь Вот уже лучше Ты вместо До нажал До диез Отлично Вот это то что надо Классно Напишите пожалуйста Какой из подходов Для вас На данном этапе Вашего развития Актуальнее Для меня это Очень важная информация Поверьте Я могу Я могу В двух форматах Вести Я умею Ссать в уши Я умею Давать профессионала Что для вас важнее Жду в комментариях И пока мы не начали Слушать следующий трек От Городецкого Я хочу вам Показать Господа Сонграйтеры Наглядно Наш сервис Тру-ту-ту-тун Наш сервис У нас уже есть Четыре вокалиста Дядя Леша Он у меня на свадьбе Пел между прочим Со своей женой Ниной Это замечательные ребята Которые поют Потрясающими голосами Лиза Это девочка Которая Училась у нас В академии Лиза Поскромнее Хочет денег Есть Наталья Которая вообще Хочет много денег А Наташа Это Наташа Которая Спела бэки Всем артистам Которые только есть Вот Вы включаете Золотой граммофон И Все эти песни И слышите там Бэки Наташи Потому что Наташа Работает Уже 15 лет По бэкам И спела бэки Всем Она потрясающая Вокалистка Недавно Она еще и пишет песни Недавно ее песню купила Полина Гагарина Спела Зима называется В общем Тоже потрясающая девушка Это я К чему Что я вам рекламирую Я вам рекламирую Услугу Нашей академии Не умейте петь Вот Этим ребятам Просто Нам Пересылайте Материал И техзадания Ребята Сами все записывают Вы получаете Готовую демку Все То же самое У нас с аранжировками Макс Мартин Всего 500 рублей Ха-ха-ха Через нас Можно конечно У Голдаковского Заказать Но он сейчас занят И у него очень дорого Скоро в этом Окошке Появятся Ребята Которые у нас В конкурсе Себя хорошо проявили Человек 10 по-моему И вот мы Сейчас собираем Со всех анкеты Для того Чтобы вы тоже Могли например Не париться Со своими аранжировками Или со своими Аранжировщиками С какими-то людьми Чтобы вы могли Послушать Какие-то например Несколько работ И сказать Да этот человек Мне подходит Я хочу заказать Эту услугу Все То есть это Это новые услуги Которые у нас Вот сейчас Разрабатываются В академии Прекрасно Дальше Едем дальше Городецкий Как так можно Что день за днем Без перерыва Работа, дом Серые краски И горький сон Однообразно И ни о чем Свинет будильник Пора вставать Душ-холодильник Опять кровать Я знаю сложно Усвоить урок Что можно не париться И все будет ок Мне нужно париться Париться Подожди Все исправится Зачем париться Париться Ночью и днем Ну хватит Париться Париться Тебе же не нравится Зачем париться Париться Один раз живем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем париться Давайте танцевать Сколько Если Сп gewe spoiler Вот Всех ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем париться Париться Ночью и днем Ну хватит париться Париться, тебе же не нравится Зачем париться, париться Один раз живем Так, дорогой городецкий Смотри, у тебя здесь есть Та же самая ошибка Что и у Очень многих У тебя То есть тебя играет Одно и то же Ну, по крайней мере, гармонический И ритмический тоже Ну, очень похож куплет на припев Куплет на припев Это вот то, что сразу бросается в глаза Да? Но Мне понравился текст в этой песне Мне понравилось, как ты поешь У тебя У тебя большое будущее, сынок Только верь в себя Обязательно Закрывай глаза И представляй, как ты поешь на большой сцене Вселенная Начнет посылать тебе лучи добра И энергию на исполнение Того желания И где-то в пространстве времени Обязательно для тебя появится То самое Обстоятельство Которое сделает тебя Настоящей звездой А А я, блядь, скажу Короче Короче Что я хочу сказать глобально По поводу Вот Что хорошего в тебе есть Хороший текст Хороший Продакшн Ну, в смысле Аранжировочка Не стыдная Замечательно Дальше Хорошо поешь Из минусов Это Одно и то же В куплете При певе И из минусов Это то, что На мой взгляд Вот у тебя там слова Про тикток Про Какие-то такие вещи Прикольные Париться Такое достаточно Хоть и Такое устаревшее Сленговое слово Ну, давнее Да, так скажем Но Тем не менее Оно актуальное Все это говорят И молодые И взрослые Все такое слово На слуху Оно хорошее Да И плюс Какая-то аудитория Которая курит Нам вейпы какие-то Это еще парится То есть Имеет некий Двойной даже смысл Что и прикольно Но На мой взгляд Эти слова Совершенно не подходят Этой музыке Эта музыка Немножко совковая Такая немножко Дуэтка Баре Академия Та-та-та-та-ра-та-та-ра Та-та-та-тан-та-тан Та-ра-та-та Катя Лель 2005 года По настроению Не надо Блять Опять меня кидать в камни Я люблю Уважаю Катю Лель И люблю ее творчество Я просто говорю Что Это Отсыл Отсыл Музыкальный Вот В такую стилистику Жанровую На мой взгляд Сегодня Вот под этот текст Под твой вокал Нужно сделать Современный Продакшн Прикольный Да Ну послушай Того же Пирожкова Пускай это будет Такой знаешь Серединный вариант Между Прям Молодежным Тиктоком Таким Тупорылым Да И Все-таки Поп-музыкой Вот это Типа Стайл Артур Пирожков Да Где есть Намек на клубняк Намек на все эти тренды Но при этом Там есть какая-то Простая мелодия Может быть И стоит оставить Та-та-та Париться Париться Та-та-та-та-тан Та-та Париться Париться Та-та-та-тан Ну что-то такое Предположим Как-то развить Чтобы она немножко стреляла Куплет переписать Да Поменять где-то гармонию Короче Надо подумать В сторону трендов Потому что сейчас Музыка не соответствует Словам Так А что-то нам ответил Сергей Харин Кстати Ну-ка давайте послушаем Сейчас Привет Ну послушаю Куплет припев Припев еще более-менее наш Куплет совершенно не наш Он по тексту не наш Абсолютно То есть если люди поют Делали вид Что это народный вокал То это еще не значит Что это может подойти Народникам Но для дуэта Это могло бы быть Если еще бы И в припеве Были какие-то Складушки Либо так спета Либо там Совершенно нет рифла Вот Слышали ребята Что сказал Продюсер Балаган Лимитед Сделайте в припеве Складушки Я честно говоря Ну поскольку Сергей сам Пишет И он Написал Очень много текстов В том числе Легендарную песню Мальчик хочет в Тамбов С которой стартанул Мурат Насыров Это Сергей Харин Написал Мой друг Давний Он На стихи Обращает больше Внимания Я Так Для меня Стихи Это чтобы Не лолакать Музыку Я больше по музыке Так вот Значит Учтите эти пожелания И вообще В принципе Я бы не продавал Вот я про Бетонов Бетоногов Бетонов Вот это далеко Да Я бы не продавал Эту песню Потому что Ну скорее всего Ее Вот действительно Таких народников Как Балаган Их немного Да А кому Кому тогда Еще продать Прохору Шаляпину Можно попробовать Если ему Если ему Такие песни Надо Хотите Отправлю Сейчас Прохору Прикоремся Давайте Прошки Отправим Ну-ка Прохор Послушай Сейчас Подправим Прохору Пусть Послушает Прохор Сейчас Еще Прохору Скажу Секунду Прош Привет Слушай Сижу Тут Разбираю Треки От подписчиков Такой Прикольный На мой Взгляд Народный Кайфовый Качевый Модный Трек Послушай Пожалуйста Вообще Как тебе Твое Не твое Надо Тебе Не надо Так Прохору Отправили Слушаем Дальше Городецкий Городецкого Послушали Все Марина Диммерцаглоу И Виктор Хлюстов Виктор Хлюстов Знакомая Фамилия По-моему Он у нас Уже Где-то Участвовал На каком-то Празднике Жизни Так Нет границ Я на твоей территории Столько лиц Как будто Целое море И я иду Сквозь ритмы Медленные К тебе Как по льду Скользит неон В это темноте Мои шаги Ты не отпускай Пламя Еще ярче Разжигай И она Магничена До неприличия Тебе Притягивает Сильно И она Магничена До неприличия И это Сказочно Так Ребята Вот смотрите Та-ра-ра-та-та-дан Та-ра-ра-та-да-дан Та-ра-ра-та-ра-та-дан Но тут уже не важно Та-ра-ра-та-дан Сердце нам не дай Та-ра-ра-та-ра-ра-ран Вот этот ход Вы выбрали в качестве хука Это плохо Плохо, потому что Он избитый Очень сильно Этот вход Очень тяжело Очень тяжело Сейчас вспомнить мне Откуда я его знаю Но это точно Это точно уже было 500 раз Поэтому, ребятки Перепишите Смотрите Что я здесь вижу хорошего Марина, судя по всему Очень хорошо поет Но Где-то Профукали ритм Где-то неритмично вылезло Где-то Как-то Неубедительно То есть Есть потенциал Есть хороший тембр У человека Есть Вокальные данные Это чувствуется Но просто записано Тяп-ляп Надо, конечно Если вы Не пользуетесь Услугами Профессиональных вокалистов Пожалуйста Потрудитесь Потюнить Расставить все ровно Повесить дилейчики Повесить холл Послушайте Как у Асти Голос записан В Асти Карте Чтобы все летало Чтобы было красиво Но что Повесьте Винтейдж ревер От Валхалы И Любой дилей Четвертушками С обрезанным Верхом И обрезанным Низом Уже лучше будет Уже будет все летать Уже будет все красиво Так Дальше слушаем Куплет хороший Куплет мне понравился Припев Вот проблема Припева Поэтому Что бы я сделал С таким припевом Переписывал Давайте Дальше еще послушаем Так Извините Не выключил микрофон Вот эти Левые Бэки Нет Тут должен Я нам огничена Та-та-ра-та-тан-та-тан Там все летать Но Надо переписывать Короче Куплет Переписывайте Куплет Ребятки Он Припев вернее Припев Sorry Он очень стандартный К сожалению Так То есть видите В чем В чем проблема Более взрослое поколение Блин Нам присылает Вот эти стандартные Песни Из 90-х Да Типа Руки вверх Типа Ласковый май Вот эта мелодика Типа Стас Михайлов Ранний Вот эта мелодика Да Которая уже всем надоела Вот это Кварта Квинтовый круг Вот это Вот это А молодежь Присылает Такие же стандарты Только Я так хочу лететь И так отстать с колен Ну вот, оттуда До диез, ре диез, до диез, ре диез Что эта песня Еще даже не остывшая, а вы ее уже украли Ай-ай-ай Так, Руслан Сниппетом Сниппетом, сниппетом Тысячи именам Не мучи Говори, будь моим Именно Сниппетом, сниппетом Тысячи именам Не мучи Говори, будь со мной Именно Причатся взглядом Знаю, это без толку Ты тупо смотришь На свои кроссовки Заговорить Мы не сможем Видимо, об этом Сниму, дума, короткое Видео Сниппетом, сниппетом Короткое видео Короткое видео Сниппетом, сниппетом Тысячи именам Не мучи Говори, будь моим Именно Сниппетом, сниппетом Тысячи именам Не мучи Говори, будь со мной Именно Едем мы вместе С тобой в вагоне А ты опять Залип в своем Телефоне Два года Мы вместе Был ты Нерешителен Об этом Сниму Дома Но ты в курсе Короткое Видео Сниппетом, сниппетом Короткое Видео Сниппетом, сниппетом Сниппетом, сниппетом Тысячи именам Не мучи Говори, будь моим Именно Сниппетом, сниппетом Тысячи именам Не мучи Говори, будь со мной Именно слушайте ребят классная вещь очень мне понравился руслан молодец замечательная песня я бы только сократил знаешь вот этот кусочек после куплета типа бридж где там играть тру ту ту просто гитара играет да там то есть после после куплета на самом деле это знаешь как бы расслабляет сильно потому что есть ощущение что это все но что это типа уже как бы это есть припев да а потом начинается нормальный припев и на него надо как бы опять настраиваться то есть получается вот у тебя шла энергия шла 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 потом она упала и вот чтобы при и грубо говоря чтобы припев возвратился на ту же энергию где она хотя бы закончилась самым своем пике еще надо стараться поэтому вот этот вот на мой взгляд бридж он играет не очень хорошую роль здесь давай подумаем как его можно минимизировать может быть сейчас я чем тебе предложу но песня классная и присылайте мне на songwriting club посмотрим а вообще девочка классно поет вообще это проект вообще это надо выпускать вообще это надо выпускать я думаю что это надо выпускать в том смысле что это это проект и закат продавать кристине арбакайте нет кому они тицей она стала народной артисткой россии я в шоке вот тоже не по непонятно кому это продавать но это классная песня ну-ка послушаем сниппетам тысячи не мучи говори будь моим имена сниппетам сниппетам тысячи имена не мучи говори будь со мной имена встречаться взглядом знаю это без толку ты тупо смотришь на свои кроссовки заговорить мы не сможем видимо об этом сниму дома короткое видео я понял надо убирать смотри руслан надо убирать вот этот вот проигрыш и сразу ставить припев а вот этот проигрыш сделать сниппетам сниппетам сделать его после условного говоря второго припева да вот второй припев отыграл то есть куплет припев нормальный без вот этого бриджа не надо он только портит расхолаживает тем более у тебя и припев начинается сниппетам сниппетам так-так-так-так-так-так-так-так-так условно говоря то есть после второго куплета ты оставляешь сниппетам сниппетам как какая-то там штучка там мулечка соляшка я имею ввиду не соло гитары а там какой-нибудь вокальный чоп красивый туда может зайти какая-то дурацкая например китайская балалайка там какая-то херота такая из луп клауда например да из какой-то библиотеки странной какой-то ситар индийский может туда зайти все что угодно все что может необычно прозвучать зайдет но вот это проигрыш это проигрыш а ты этот проигрыш вставляешь грубо говоря перед припевом и убиваешь нахер все прислами эту песню и прекрасная девочка и пришлите мне ваши фотографии кто это поет что это поет как вы выглядите вдруг у нас на откроется народный лейбл я не знаю я вообще предложил артемке это мой помощник администратор нашей академии будущий президент я бы сказал короче говоря мы с ним говорили слушай вот представь вот например на разбор и присылают иногда песни под проект вот как это но чем она не чем-то не проект тут тут даже я бы ничего даже не делал стать по аранжировке вот она такая простенькая такая на коленочке до собранная но но это дает свой вайп да то есть если туда сыграть мартин в нойман а поставить какие-нибудь там смплы это все умрет это живет вот в такой вот в таком виде как это сейчас играет Вот девочка поет вот этим несчастным голосом, таким вот, как бы псевдоученическим голосом, да, то есть она не поет, как джазменка, я-та-тан, сниппеты, та-та-тан, эй, сниппеты, вот эту хуету, блядь, которую я ненавижу, вот эти все в голосе артисты, вот они поют вот это говно, блядь, и говорят, че нас никто нахуй не любит, не слушает, мы, мы охуенно поем, мы лучше, чем все, блядь, а нас никто не слушает, ну потому что вот эту вот залупу слушать никто здесь не будет никогда, это не, не для России, Эта девочка поет, типа такая вот монеточка, чистая, русская, светлая, кайфово, вот кайфовый вайп вот в этом во всем, это ничего не надо переделывать вообще, просто убрать нахер этот ненужный этот, и поставить какие-нибудь еще просто звучки, которые бы еще создавали какую-то необычность у этого всего. Я попробую со своей стороны предложить какой-то вариант, Руслан, поэтому присылай, присылай мне все, что я тебе сказал. Но, слушайте, ребят, меня сегодняшний разбор радует, по-моему, классно. Так, что-то наговорил Прохор по поводу песни, не знаю, давайте послушаем. Привет, Олеж, привет, спасибо тебе большое, да, я, конечно, ищу материал, но это немножко не мое, в плане, ну, просто песни не нравится, то, что она там народным голосом спела, понимаешь, подражая народной манере, и в основном это делается ради прикола, так, типа, сейчас я в народном стиле спою, и получается нет искренности, нету какого-то драйва, понимаешь, народная песня, она все-таки всегда от души идет, и там должно, ну, нравиться то, что ты делаешь. А если ты делаешь это просто, вот я в народной манере могу спеть, и вот я сейчас дурачусь, пою, понимаешь, это тоже слышно сразу, и это такая некая фальшь. Так, ну, смотрите, у нас уже второй народный человек, Прохор народный, на самом деле, певец, у него образование, и Харин Сережа тоже всю жизнь с народниками, видишь, говорит одинаковые вещи, по сути, что, да, это типа стайл, но из серии по Станиславскому не верю. Видите, мне показалось это прикольно, но смотрите, в чем тут дело, в чем тут дело, сейчас я скажу. И Прохор, и Харин, они, я же их попросил послушать на предмет, чтобы они это себе взяли, да, то есть они как бы это слушали не как проект, а применяя применительно к себе, да. Они это слушали применительно к себе, поэтому, возможно, не угадалось, но, но можно также ребятам просто самим спеть, самим просто, и тоже проект. Вот у нас сегодня два проекта, Бетанов и Руслан со сниппетом. Так, Алексей Йокимов. Я, кажется, влюбилась. Алексей, пиши и сокращай. 20 секунд. Времени у себя украли. Вместо того, чтобы я 20 секунд слушал полезную информацию, я 20 секунд слушаю бестолковое вступление, которое никому не обосралось. Прости меня, я, кажется, влюбилась. Прости меня, я, кажется, влюбилась. И ничего с собой поделать не могу. Нежданность сердца на две части разделилась. И половину я тебе даю. Ха-ха, и тут взрывается птичка вот эта вот на дереве. Слушайте, ребят, ну, понятно, что давайте, я, конечно, сегодня добрый, прекрасный человек с позитивным мышлением, но, блядь, невозможно же слушать в таком виде. Надо потюнить, надо как-то это все привести. Я понимаю, что девушка не певица, может быть, вы жену свою попросили или подружку, я не знаю. Но надо было как-то постараться все-таки, потому что ничего не понятно. Ладно, что касается гармонии в этой песне. Ну, гармония странная. У вас соль в басу. То есть, это вообще ерунда какая-то. Ну, и что у вас там поет, да, девушка? По гармонии очень странно Но это очень слабая работа, Алексей Что тут сказать Что тут сказать Во-первых, давайте конструктивно Мелодика в этой песне Совковая, советская Советская мелодика Смотрите, почему я, в общем, всех призываю Пройти курс сонграйтинг по-русски Вот свой этот курс Пока он есть в доступе, дешевый Даже без кураторов Вот сколько он там, 2 900 стоит 3 копейки У вас хотя бы будет понимание, что такое мелодия Какая она бывает, короткая, длинная Не знаю, толстая, худая Ну чтобы хоть понимать Хоть можно было, например, вашу работу Для вас разобрать грамотно Чтобы вы понимали хотя бы о чем речь Сейчас это просто набор Тех шаблонных стереотипов Которые вы наслушались в течение своей жизни И все Это пока не композиторство Вообще, знаете, как переводится слово композитор Композиция это компиляция Компиляция То есть из кусочков каких-то Вы рисуете свою музыкальную картину Но здесь Абсолютно видно, что Человек не знает другой музыки Другой не знает Слушал вот эту И она у него застряла Поэтому основной Как бы красной нитью Я всегда всем говорю Ребята, наслушанность Наслушанность Что такое наслушанность? То же самое, что начитанность То же самое, что насмотренность У режиссера, у сценариста, у оператора У фотографа, у дизайнера У музыканта это наслушанность Ваш мозг тупо должен из чего-то собирать вам пазлик Вот вы сели собирать пазл А у вас только один элемент Вот он и есть, этот пазл А пазл вот такой Вам нужно этот элемент Вот этот Вот этот Понимаете? Вот этот И вот уже начинается Вот у меня такая мелодия Так в первом такте Ага, заебись Так А вот тут у меня бриджик Ага, прилепил Так, идет? Подходит? Нет Хуйня Давай, вот меняем Вот так О! Вот, красиво А теперь припев О, припев вот с этим работает Смотри, совмещаем припев Вот такая мелодика у меня в припеве А вот тут такой хук И все О! О, вот что-то уже получается Вот как это работает Но Чтобы вы понимали Из чего вообще Состоит Все эти элементы Пазлика Нужно учиться, блядь Учиться Это профессия Я еще раз подчеркиваю Это Сука Элитная Профессия Где люди Зарабатывают Иксы Понимаете? Не на кассе В магазине Известном А иксы И вы хотите Туда залететь С этим? Да еще Чтобы поголовки Погладили И рассказали Сказку Про вселенную Ну так не бывает Ребята, блядь При всей моей Искренней доброте И настроенности Сегодня на На одну волну На одну волну Со вселенной Я просто На одной частотке Сегодня На одной частоте Со вселенной И вселенная Говорит Через меня Так вот Она говорит Ребята Что нихуя У вас ничего Не получится Если вы Не будете Въябывать Потому что Эта профессия Адово Сложная Вот кто не смотрел Посмотрите Мое Интервью С самим собой Ну не интервью Там кто-то назвал Это исповедью Кто-то назвал Это просто Монолог Мой монолог Моя история Как подъемов Удачи Неудач И так далее Посмотрите Эту историю И вы поймете Что в принципе Смею считать себя Способным человеком К написанию музыки Но блядь Какой я большой путь Проделал Для того Чтобы добиться Хотя бы чего-то Я уж Я Я понятно Что не этот Не Макс Мартин И Это все понятно Но даже И от этого результата Который я достиг Достичь Очень тяжело Вот и все Вот и все Говорю я вам Это все Сейчас Не только потому Что мне надо Чтобы вы мой курс купили Конечно надо Я деньги на этом Зарабатываю Мне нравится Когда вы покупаете Мои курсы Но прежде всего Я это говорю Потому что Это абсолютная правда Абсолютная правда Где вы Где вы Вы где-то должны Взять информацию Которая Заставит ваш мозг Думать в правильном направлении В этой профессии Ну Условно говоря Как вот К этому шкафу Из Икеи Сука Идет Листочек Да С картинками Как его надо собирать Можно Можно собрать Конечно Без Без вот этой Вот шпаргалки Да Но ебли будет Пиздец И вы Дверь приделаете Где должна быть Спина у шкафа Спину приделаете Где должна быть Крыша Блять И 500 раз Вы его пересоберете Пока там Не расхерачатся Все отверстия Уже от шуруповерта Вот оно Примерно в жизни Так и бывает Поэтому Нужно просто Пойти У кого-то Взять какие-то знания И ими Пользоваться Пусть это будет Какая-то отправная Точка В этом деле Опять же повторюсь Я сейчас Дописываю Все свои курсы Их будет Штук 10 Только от меня И это будет Базовое образование По сонграйтингу От меня Дополнительное Будет Дополнительные пакеты Будут от тех Спикеров Которых я обещал Но сейчас С ними сложности Потому что Все заняты У всех Сезоны Работ Паша Есенин Пишет кино Вася Голдаковский После отпуска Разгребает Все свои Завалы Ребята Там Агафонов Это супер Аранжировщик Обещал курс Но сейчас Тоже завал По работе То есть Пока они все Сделают что-то Будет второе Предшествие Поэтому будем Запускать Академию С моими курсами И потом Вы не сможете Купить уже Сонграйтинг По русски За 2 900 Я вам 100% Говорю И ни на каких Складчинах И его тоже Не будет Потому что мы сейчас Работаем с юридической Компанией Которая Предоставляет Услуги По Вычищению Всех этих Левых Штук Смею Предполагать Что они Сами как-то С этим Связаны Это мое Чисто предположение Да Но Мне все равно В месяц Абонентская плата И твоего продукта Нигде нету И никто Не купит Никто не Скачает На складчине И так далее Поэтому Пока есть Возможность Такая еще В течение 2-3 недель Пожалуйста Налетайте Дальше Дальше Будет Дороже Так Дальше Кирилл Орлов У нас Он же Уже был Сегодня Да Ребята Хочу сказать Что присылайте Треки на Разборы Но у нас Существует Какая-то Живая Очередь Да И мы Вот Эту очередь Вот так вот Делаем Скорее всего Я вот сейчас Подумываю Для того Чтобы Процесс шел Быстрее Потому что действительно Много треков Накопилось Возможно Я Сделаю Вообще Два разбора В неделю Вторник И четверг Пусть будет По вторникам И четвергам Разборы Треков А В воскресенье Будет выходить Какая-то Передача Сонграйтинг Лаб Надеюсь Надеюсь Что Я буду Все это Успевать Снимать А вы Смотреть Поехали Любовь Самолета След Растворится Силуэт В небесах Ночных И пусть Ты забудешь Груз Я к тебе Слегка Прижмусь В сумерках Цветных Сейчас Мысли Подберу Разбросаю По ветру Пожелание Мешок Любовь Это все Игра Разлетятся Голоса С юга На восток Ты Ты будь со мной Рядом Жизненный Водопадом Когда Грохот И серость Разбила Весна Не поменяем А ночи Сломаем И оставим Ненужное Мы во вчера Любовь Любовь Это след Шагом По песку Вдоль берегов Когда я Усну Забудь Это все Вчера Рыжая Трава Росла У тебя В плену Твой день Красная Жара В ней ты Как всегда Быстро Обгоняя Всех Любовь Запах Наготы Не плывем И я И ты По течению Вверх Ты Будь со мной Рядом Жизненный Водопад Когда Грохот И серость Разбила Весна Не поменяем А ночи Сломаем И оставим Кирилл Ну во-первых Есть ощущение Что вы Наслушались Валерия Сюткина Сорокалетней Давности Но это Во-первых Это конечно Такое Прям очень Ретро По мелодике Но я не говорю Про мажор Мажорные песни Ладно Окей Хорошо Мажорные песни Может быть Пусть будет Но Это Прям Это прям Браво Группа Браво 70-й год Или 80-й Когда они там Стартовали Ну куда Я не знаю Что это Совершенно Некоммерческий Продукт А с точки зрения И плюс Она очень Занудная Вот идет Почему занудная Вот там вроде бы Неплохо шло Вначале Вначале Шло неплохо А потом Тара-да-та-ран Тара-да-та-дан И так Темп Медленный Да Тара-да-та-та-ан Тара-да-та-ан 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 И так хочется сказать Чувак Ну все Тара-да-тан Я все понял Немножечко Нудноватая песенка Нудноватая Да Вначале Она Более динамично Звучит Потому что Там смена Аккордов Какая-то Постоянная У вас Какая-то Движуха Внутри Сокращение Четвертого Такта Ну то есть Как бы там Да Все по классике Вот того Ретро-жанра Прикольно Прикольно В принципе Если будет Какой-нибудь Сниматься Условный Сериал Про Стиляк Про Вот то Самое Время Она может Вполне Пригодиться В качестве Саундтрека Чисто Теоретически Ее можно Доделать Только Знаете Надо На микрофон Навесить Такой Короткий Слэп Дилей Как у Элвиса Пресли О Будет Заебись Но В сегодняшнем Дне Я абсолютно Не вижу Эту песню А чисто Чисто С точки зрения Сонграйтерски Она Конечно Идет По нисходящей То есть Вначале Она вроде бы Да Да Необычная Песня Да Ретро Но Прикольная Динамика Есть А потом Эта динамика Все медленнее Все ниже 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 И вот К этому моменту 2.30 Когда песня Уже Приличная песня Уже должна Заканчиваться У вас Она уже Просто Умерла Понимаете То есть Я еще Не дослушал Еще Еще целая Минута Больше Минуты Слушать А я уже Не могу Потому что Уже Все Уже Вот батарейка Сдохла Этот Энергайзер Заяц Вот так Вот разговаривает В общем Понятно Так Далее Филипенко Р Цветы Так Смотрите Филипенко Р Сразу Почему нельзя было Ровно спеть Та-та-та-тан Та-та-та-та-та Уже Поторопились Вот идет Та-та-ра-тан Та-тан Та-та-та-тан Та-та-та-тан Я встретил Бога Та-ра-та-тан А вот Та-та-та-тан Та-та-та-тан Ты Я встретил Бога Та-та-та-та-та Все Все Это уже Трэш Это уже Трэш То есть Уже нельзя Это нельзя уже Воспринимать Как Песню Даже если у вас Хороший текст Даже если у вас Прикольная аранжировка Даже если у вас Все хорошо Но Если не ритмичный вокал. Все. Но это надо просто понимать. Дальше. Отраженьям прорастут любить цветы. Цветы. Всех, что нынче скажешь ты. Цветы. И донеся в душе любовь. Ее цветы дарю прохожим. Благословляю вновь и вновь. Мой новый день, что с солнцем ожил. Я принимаю все, что мне неспослано по воле высшей. Ведь все, что жизни суждено, есть отпечаток наших мыслей. Как красиво и приятно нежны твои слова. На душе моей отрадно закружилась голова. Отраженьям возвращаю все, что нынче скажешь ты. И на почве отраженья прорастут любить цветы. Цветы. Все, что нынче скажешь ты. Цветы. Так, ну, дорогой мой друг, в принципе, текст хороший, прекрасные стихи. Это просто не совсем песенный жанр. То есть, грубо говоря, может ли такое быть? Может, конечно. Оно вот уже есть. То есть, если вас просто нормальный вот тот же аранжировщик, кто это делал, расставит ровненько, грамотно, да, чуть-чуть получше обработает вокал и запишет, чтобы это прямо было, знаете, вот прямо вот здесь вот, да. Это будет такой продукт авторский. Авторский. Понятно, ну, по-моему, всем очевидно, наверное, и вам в том числе, что это не на продажу песни. Непонятно, кому ее девать, кому ее продавать. Абсолютно непонятно, потому что все равно. Смотрите, ребят, как вообще понять? Вот если вы хотите понять мой алгоритм каких-то размышлений, да, вот что я подразумеваю, когда я, вот как я понимаю, пойдет это или не пойдет. Условно говоря, в мою музыку, в мою голову загружена, предположим, вся, ну, это, конечно, ерунда, но условимся, условимся, что какая-то большая часть фонотеки под названием «Русская поп-музыка 1985-2021». Условно говоря, какая-то часть этой музыки загружена в мою голову. Соответственно, в этой голове, в этой папке «Русская поп-музыка» существуют под папки артисты, да, которые поют, которые пели, которые сейчас поют. И в этих папках уже загружены песни. Все как в компьютере, предположим, вот такой вот порядок, да, так вот все у меня уложено по папкам. И когда я, предположим, слушаю «Филипенко» «Р цветы», я пытаюсь ответить на вопрос, то есть мой мозг, мои ушки, колеблется вот эта вот звуковая волна, мой мозг это как-то считывает и определяет. И вот поступила к нам в приемную моего мозга песня «Цветы» «Филипенко» «Р». И мой мозг начинает в какую папку это рассувать. Что это? Это русский рок? Нет. Это русский поп? Нет. Это шансон? Нет. Это там еще что-то? Нет. Да? Все. Значит, «Филипенко» «Р». Какой-то новый авторский проект, которого еще не было. Либо мы можем его поместить в папку отдельно авторский проект, которого еще не было, либо мы его можем поместить в папку мусорная корзина и никуда не годится. Да? Это уже на усмотрение «Филипенко-Р». Будет ли он что-то с этой песней делать? Или он ее писал для того, чтобы продать некому артисту? Я же не знаю его мотивации. Правильно? Вот как он сидел себе это писал? Какую цель преследовал? Не знаю. Так вот. Что получается? Когда какая-то песня на этапе вот в приемной моего мозга вот я вот так просто на огурцах в приемной моего мозга какая-то песня ага, о, это папка «Русский рок». Все, она уже идет в папку «Русский рок», а дальше ищет в папке «Русский рок» кто поет «Русский рок». Бутусов, ДДТ, Вакарчук, там, Макаревич и так далее. Потом, о, например, там, ДДТ. Все, еще в одну папочку. Вот так вот работает мозг абсолютно у всех, я вам скажу. Потому что он ищет идентификацию. Он должен все объяснить. Почему нам так не нравится вот эти все расплывчатые теории «Есть Бог», «Нет Бога», «Атеисты», там, не знаю, там, христиане, кто угодно. Мы хотим объяснить себе необъяснимое. Наш мозг так устроен, он не может спокойно существовать, пока мы, пока есть что-то, что мы не объяснили, что он сам себе не объяснил и не положил в какую-то конкретную папочку. Отсюда у рефлексирующих людей стремление к упорядоченности. Вот я вам сейчас рассказал, на мой взгляд, клевую вещь. Прямо сейчас придумал на ходу. Так вот, песня «Филипенко-Р» никуда не подходит ни в какую папочку. Поэтому я говорю, это авторский проект, вы можете эту песню у себя пустить в ТикТоке, можете выпустить ее на лейбле каком-нибудь, там вот, типа мультизы, и вложить в нее 50 тысяч рублей и показать ее в ВКонтакте, сделать посев и так далее. То есть, вы можете с этим делать все, что угодно. Не обязательно ее выкидывать в мусорку. Но в папку с артистами это не попадает. Нихера я загнул вообще. Так, Эмиль Мардахаев. Ты одеваешь левайс, ты вызываешь на шок, танцуешь танго и вальс, любишь слушать джаз-рок. С тебя рисуют холсты, желают встречи с тобой. Ты не играешь понты и гламурный отстой. Тебе не время писать кому-то письма на мейл и чушь в ответ получать, ставя в жизни пробел. Ты остаешься собой вне политических тем, в стране как будто застой, а ты полна перемен. На полке Хэммигуэй пластинки Питлс и Бах я вижу море страстей в твоих синих глазах и облака над Москвой у 25-й весны ты остаешься со мной королева Москвы. Королева Ты не куришь, не пьешь, не признаешь порошок. Ты просто с кайфом живешь, все заменяет джаз-рок. Играешь в южи и блюз на гитаре с утра. Ты не шестерка, не туз, ты такая всегда. Крутые джинсы, или вайс, кроссовки, найки, очки, а на душе твоей вальс и в глазах огоньки. И облака над тобой у 25-й весны ты остаешься со мной королева Москвы. Королева ты королева москвы, тебе сравнения нет, как тебя не любить, как тебя не любить, тебя не хотеть. И облака над Москвой у 25-й весны ты остаешься со мной королева москвы. И облака над тобой у 25-й весны ты остаешься со мной королева москвы. ты остаешься со мной королева москвы. Ты остаешься со мной королева королева москвы. Так, Эмиль. Мы с Эмилем познакомы. Ну, что я хочу сказать? Во-первых, я хочу сказать всем молодым ребятам, что обратите внимание какая, не побоюсь этого слова, охуительная аранжировка. То есть, вот когда мы разговариваем про аранжировки, да, посмотрите, сколько здесь музыки, сколько сложностей, сколько аккордов, например, культуры извлечения на гитаре, да. Все такое басановочка такая классная, там ответик, тут приветик, тут дудук, это такая музыка, я ее называю бакинский джаз, но она клевая, она клевая для своего времени, для своего места. Понятно, что такая музыка очень популярна в ресторанах, там, ночной баку, вечерний вот это вот где шашлыки, люля, да, вот эти все чебуреки. Короче, это классно. Эмиль, по делу. Что мне тут не понравилось? Мне здесь не понравился текст. Какие-то порошки, мейлы, тик-токи, вот что там еще было. то есть напишите на эту хорошую музыку, понятно, что это не молодежные тренды, понятно, что это достаточно привычная такая ресторанная хорошего уровня песня, хорошая ресторанная песня. Напишите туда обалденный, душевный, какой-то классный жизненный текст. Не королева Москвы, не королева Москвы, не порошки, не мейлы, не вот это все. Но это лично мне. Меня очень резанул текст. Мне вот я представил, что я захожу в зал Софиса. В Москве есть дорогой ресторан Софиса называется. Там проходят очень дорогие свадьбы, именно кавказские такие, горско-еврейские. Вот там такая музыка на ура просто идет. И я представляю, как я захожу в Софису, эти колонны, там вот такая пафосная купол, да, вот что-то такое, расписные потолки. Мне несут гуся, блядь, с яблоком во рту. Люляшечки несут, вот эти все почки с курдюком, вот эти джизбыс. Ну, просто я вот сейчас соленье, понимаете, да, вот этот морс обязательно. я слушаю, как поет, замечательно поет Эмиль в пиджаке, достойный брат своего кавказского народа или азербайджанского народа, да, то есть это все такое. И текст, который меня погружает в какую-то ностальгию, в какую-то осень, в какую-то светлую, теплую грусть, да, когда вся моя жизнь как кинолента проходит сквозь меня, здесь Люля, здесь Эмиль, и это потрясающе. А про порошок Москву, тикток, мейлы, оно все почти для меня лично, вот оно сразу нарушает всю ту гармонию, весь тот вот этот вот антураж, о котором я только что с таким трепетом говорил, потому что я реально погрузился в эту атмосферу. И мне действительно вот такая музыка в контексте ресторана очень всегда нравилась. И причем играют ее, когда живьем, потрясающие музыканты, там и дудук, и какие-то духовые вот эти народные, и перкуссионисты замечательные, то есть к слову сказать, вот эти народные музыканты именно узбекские, таджикские, азербайджанские, кавказские, вот эти ребята со Средней Азии, с Кавказа, они потрясающие ловкачи, потрясающие виртуозы в таких жанрах, то есть я сам работал на узбекских свадьбах, когда мне было 14 лет, учился играть на гитаре, когда и попросил одного певца, чтобы он меня брал с собой на узбекские свадьбы, я там выучил там очень прикольный вот этот ну сейчас я понятно уже все забыл, но это было круто, короче, вы поняли, да? дальше Макс Малин Ты никогда не скажешь, что скучал и каждый раз мы начинаем все сначала я собираю подсколком наши чувства, но это очень трудное искусство Лед это лишь твоя стихия разделяет нас эта линия твоих колких и жгучих фраз Нет, мне не надо любви пророчить Ты лишь только отдай мне ночи что я смог разыскать для нас Ты никогда не скажешь мне люблю при встрече а только лишь украсишь мой унылый вечер Ты обещаешь мне побыть вдвоем когда-то хотя ты замужем а я женат и лед это лишь твоя стихия разделяет нас эта линия твоих колких и жгучих фраз Нет мне не надо любви пророчить Ты лишь только отдай мне ночь что я смог разыскать для нас и и и блин макс я не знаю чего но это совсем совсем печалька я не знаю меня иногда такие работы ставят в тупик вот что человеку сказать что что нужно что сказать такого чтобы было полезно вот что нужно мне сейчас сказать вам надо сделать нормальную аранжировку на эту песню но это не песня пока мелодию сейчас еще раз послушаю вот смотрите давайте так если бы у макса сейчас была нормальная фонограмма там я начинал сначала ну вот хотя бы такая что-то играла какой-то луп просто их же миллион макс просто посмотрите на ютюбе как делаются хотя бы примитивные аранжировки какой-то обычный луп не надо самому руками что-то там набивать забивать окей все не все это должны делать но есть же куча библиотек просто берете какой-то готовый готовую барабанную петлю вот она играет типа там 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 все 4 тактика раскопировали потом напели поубедительнее и и какой-нибудь пианино прям 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 громко и все и сверху повесили какой-нибудь лимитер типа фабфильтр L2 чтобы погромче было вот с этого это это какие-то надо элементарные сделать движения чтобы хотя бы было понятно о чем идет речь что это вообще за песня Макс для меня пока мне кажется что это знаете как вот обычно молодые девчонки мальчишки в школе начинают при первой влюбленности писать какие-то стихи экспериментировать да вот выражать выражая в стихотворовой форме свои чувства и как правило да это очень искренне но это очень наивно читать да такие наивные обороты как правило которые ну такие понятно что это писал какой-то совсем молодой молодой паренек да я не знаю сколько вам лет может быть и так как я вот сейчас сказал но это вот это этой поэзии отдает вот той самой то есть я предлагаю сейчас смотрите написали не судите строго я не сужу строго давайте мы договоримся так что если вам эта профессия важна и нужна вы найдете время и начнете слушать много музыки коммерческой в том числе любой хорошей попсовой музыки современной музыки не очень современной и через там месяц другой вы пришлете нам новую песню на разбор хотите бесплатно для вас разберу просто меня действительно нечего вам сейчас сказать потому что это совсем 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 сыро и тут нечего говорить давайте я разберу бесплатно вашу песню следующую но она должна быть на 5 голов выше чем это и по тексту и по мелодии не умеете делать ранжировки не делайте просто под гитару спойте я все пойму но в таком виде это конечно тяжеловато так у меня есть еще песня от Элины но ее я разберу наверное ей отдельно потому что она не приемлет грубую критику а я а я не люблю врать поэтому так ребята все на сегодня это все мы с вами увидимся буквально через несколько дней поэтому пишите комментарии заказывайте продукты присылайте песни на разбор а на сегодня это все все новое новое и